Всем большой привет, мои дорогие друзья! Спасибо, что вы зашли к нам на канал. И сегодня у нас суббота, и я планирую выпустить это видео. И я его совершенно по-другому себе представляла. Вчера, 16 декабря, мне исполнилось 33 года. У меня был день рождения, и у меня были такие планы в этот день. Но все пошло совершенно не так, как я себе представляла. И с утра я проснулась. Меня поздравляли мои родственники, мои друзья, подруги. И зрителей в Телеграме было столько поздравлений. Спасибо вам огромное. Я читала, и мне было очень приятно, что вы помните. И первая половина дня просто была замечательная. Но потом, я не знаю, после обеда мне стало резко плохо. У меня жутко стала болеть голова. Я просто плющила. Я не знаю почему. Я почувствовала себя очень плохо. Я стала гореть. И я просто легла и уснула. Я спала, наверное, часа 3-4. Очень долго спала. Настенька, причем, спала рядом со мной. В общем, я уже вечером, когда встала, спустила себя вниз. Сережа приехал, привез вкусный торт. Пироженки. Вот это, кстати, ни разу еще не пробовала. А вот этот торт у Канапе. Медовик у Палыча. Мой самый любимый. Очень люблю это пирожные. И здесь вот такие вот еще пироженки. Сейчас аккуратно. Андрюшечка, я сейчас все раскладываю. Да, буду раскладывать. Кристиночка мне тут помогает раскладывать тарелочки. Я поспала. Хотя бы чувствую себя более-менее нормально. Но голова болит. Сейчас главное попить чаек. Да, Кристиша? И расслабиться. И расслабиться, Кристина говорит. Ну, этот замечательный букет. Розы так вкусно пахнут. Просто не передать. Очень вкусно пахнут. Розы что? Я изначально представляла свой день рождения, что мы встретим вместе всей семьей, с мужем, с детьми, куда-нибудь сходим. Но у нас болеют дети. Я уже говорила об этом. Понятно, что уже никуда выехать мы не могли, но я собиралась накрыть красивый стол, приготовить, запечь рыбку. Но все. В общем, во второй половине дня меня очень подкосило. Вчера еще был день рождения, у моей дорогой Анечки. Я тебе, дорогая моя, поздравляю. Толком вчера даже не поговорили. Попереписывались, поздравили друг друга. Но потом я во второй половине дня спала, когда мне Аня звонила. Так что я надеюсь, мы в ближайшее время еще точно увидимся. И я тебе подарю подарочек. Смотрю в окно, погода хорошая, идет снег. Я сегодня чувствую себя великолепно. Несмотря на то, что я проснулась в 5.30, меня разбудила Настюша, я ее покормила. Все, она проснулась, она вчера выспалась, и мы пошли вместе с ней вниз. Посидели на кухне, я попила кофе. Потом взяла компьютер, и мы пошли в детскую комнату. Она ползала на коврике. А я в это время монтировала видео, которое я сюда тоже вставлю. Я, кстати, недели 2-3 назад ездила в торговый центр, и тогда снимала в Сенсей. Это видео я выкладывала в Телеграме. И поснимала в моде. Там такие классные подарки. Если вы еще не знаете, что подарить своим друзьям, подругам, детям, посмотрите этот обзор. Это не реклама. Просто я сама люблю смотреть подобные видео, и когда не знаю, что дарить, отличная подсказка, посмотреть, и может быть, что-то вы для себя выберете. Смотрю на себя в камеру. Знаете, я пытаюсь уже года 2 приучить себя смотреть только в объектив, но у меня глаза сами на себя смотрят немного вправо. В итоге я немного помонтировала. Настя уснула, я положила ее в кровать, и все, я заснуть не могла, я пошла в ванну, сделала себе масочку, знаете, просто поухаживала за собой. Завела себе волосы, правда, они уже начинают немного опадать. Подкрасилась, знаете, настроение чудесное, и вот не сравнится мое состояние вчера и состояние сегодня. Удивительно, что в свой день рождения я просто, да, приболела на один день. Видимо, мой организм решил, чтобы в свой день рождения я точно отдыхала. А какие у меня сегодня планы? Я очень хочу сходить в дом. Сходим с мужем. Он, слава богу, тоже поправился. Вообще все детки здоровы. Сходим с вами в дом. Там вчера поставили дверь, я не видела. Вместе с вами посмотрим. Там уже внутри положили плитку в прихожую. А, и, кстати, сегодня должны привезти крышу в течение часа. В общем, обязательно с вами сходим, вместе посмотрим. Также сходила, сделала себе маникюр. Считала, кстати, комментарии, удивляются, почему я его себе делаю. Как так? Ну, у меня замечательный мастер. Она делает за час. Вот сейчас девочка прям за час мне делает. Я еще хотела очень покрасить волосы. Я обычно крашу в технике AirTouch. Тонировка. Все это сложно, но кто красит, знает, что это такое. Это долго. И вот я понимала, что на это у меня времени не хватит. А так, конечно, очень хочется. Потому что уже начинают вот эти пряди просто желтеть, и это некрасиво. Смотрю на себя сейчас в камеру, и у меня такое засветное лицо. Я, наверное, вся белая. Мне, кстати, муж подарил очень красивые сережки. Он говорит, под цвет твоих глаз. Мне так было приятно. А еще, представляете, у нас есть соседи, наши зрители из соседнего поселка, и у меня, к сожалению, нет их номера телефона, но уже второй или третий раз приходил мальчик Илья. Большой тебе привет, твоей маме привет. И подарили мне подарок. Причем в это время, когда Илья принес подарок, я как раз спала, мне было плохо. И Илья передал подарок через Лешу. Мне очень неудобно получилось, что я сама выйти не смогла, но я надеюсь, меня поймут. А мы идем к дому. Идем с мужем. Многие сомневаются в его существовании. Он есть. В общем, мы идем в наш дом. И сейчас вам покажу, что там новенького. Так, друзья, мы дошли до дома. Смотрите, у нас появилась новая дверь на нашей террасе. Ее вчера как раз установили. И были вопросы, почему мы неправильно установили нашу дверь. Видите, у нас здесь ступенька, и получается, открывается дверь с этой стороны. Как вы помните, мы наш тамбур увеличили. Мы думали о том, чтобы вход сделать с этой стороны, отсюда или отсюда. Но муж у меня заболел, и как-то мы не оговорили с работниками вот этот вопрос. И потом, знаете, задумались вообще, стоит ли сюда нам делать ступеньку или сюда, потому что у нас вообще вход на нашу территорию будет вот там, вот далеко. И получается, чтобы войти в дом, нужно будет идти сюда-сюда-сюда и вот либо отсюда заходить, либо сюда. В общем, решили уже оставить как есть вот эту лестницу. Заезд будет с этой стороны, вот прямо тут вот. Потому что там у нас очень мало места, и, к сожалению, там нельзя будет сделать площадку для машины, поэтому машина будет стоять здесь. Калитка будет здесь, ворота здесь. И, ну, в общем, будет лесенка здесь у нас. Да, небольшой такой косячок, но ничего страшного. Видите, нам уже сделали ступеньки. Буду делать перилы на самом деле. А, вот у нас тут же появился пол еще. Красота такая. И здесь на самом деле много места, получается. Сюда будем спокойно заходить и в дом. То есть, если бы дверь открывалась с другой стороны, было бы тоже не очень удобно. Так даже безопаснее, что ли. Ну, ребенок сюда пройдет и зайдет. Ничего страшного. Вот она я. Так, будем заходить в дом сейчас. Очень большая получилась не веранда, крыльцо. Да, очень крыльцо получилось большое. И мне нравится. Очень хорошо. По поводу крыши, обещала вам сказать, это профнастил. Правильно? Металлочерепица. Металлочерепица. Вот здесь вот металлочерепица. А там у нас будет профнастил. Прозрачный. Прозрачный профнастил на нашей террасе, да. Здесь пол красили. Красили в доме. Там просушили. Мне нравится цвет приятный. Так, и будем с вами заходить в наш дом. Покажу, какие там дела. Нам уже здесь положили плитку. Каждый раз захожу и думаю, как же хорошо, что решили увеличить этот тамбур. Очень просторно. Хорошо. Красив полы на террасу. На крем вот ставили. Он вот как подоконный вот этот профиль везде не считает. Он 3 сантиметра еще дает нам толщину подоконника, чтобы туда вставиться. Соответственно, еще припринимается. Этот профиль получается в коробку, да? Проставочный, да. Он всегда идет к этому пластиковому изделию. По сути, он для подстыковки подоконника. Он больше не увеличен. А там сразу получается артестра. А этот именно отрицательный профиль. Нам сейчас должны привезти крышу, поэтому народа много здесь. Я здесь уже не буду снимать. Я все никак не привыкну, что эта дверь легко открывается. Наша дверь в том доме, она с трудом открывается. Сейчас вам снаружи покажу террасу еще раз. Видите, сейчас там внутри красят для пола доски. И заодно красят вот эти вот перила, которые будут. Не знаю, кстати, где здесь лучше делать лесенку. Наверное, посередине. Сейчас должны привезти как раз крышу для террасы. Она будет прозрачная. Будет светло. Я очень этому рада, потому что я боялась, что будет темно, если темная крыша будет. Ну ладно, наверное, уже в следующий раз покажу результат. Пойдем домой. По улице сегодня хоть потеплело. Я в комбинезоне тут бегаю. Так удобно оказывается. Мы пришли домой. Покажу вам быстро, что мне подарили дети. Мне, конечно, было очень приятно, потому что они с утра, так как в школу не ходили, все были дома, все пришли, меня поцеловали, обняли, подарили подарочки. Кстати, у Настеньки же было 7 месяцев недавно, и Таечка ей вяжет в подарок носочки. Смотрите, один связала, сейчас второй вяжет. Она, кстати, вяжет крючком. Я крючком не умею, я умею спицами вязать. А Таи крючком вяжет. Смотрите, как здорово получается. Таечка еще мне подарила такую картину, конфеты подарили, ну, мы с детьми уже поели. Вот такая вот красота малыши сделали. Это мне подарила Кристиночка, взяла от витамин баночку. Да. А, и тут разные картиночки, она рисовала все сама. Меня дети спрашивали, мамочка, что тебе подарить? А я всегда говорю, самый лучший подарок, это то, что ты сделал своими руками. И вот они постарались, и каждую поделочку сделали, смотрите, из бумаги. Очень приятно. Я аккуратно это поставлю, и повыше главное, потому что малыши могут взять и помять. Вот это вот Машенька подарила. Очень красиво. Это, знаете, из резиночек вяжут. Замечательно. Это Ксюша сделала, представляете? Это она делала в воскресной школе, и мне вот подарок на день рождения такой сделала. А этот подарок мне как раз принес Илья. Спасибо вам огромное. Это так приятно. Это мед. У нас он очень быстро уходит, мы его любим. И еще специальная посуда для меда. Смотрите, какая красота. Обязательно будем пользоваться. Мне очень приятно. Еще мне подарили замечательный диск Светланы Копылова. Я знаю ее песни, они просто берут за душу. И лично я не могу их спокойно слушать, потому что у меня сразу наворачиваются слезы. У нее замечательный голос, и все песни просто с таким глубоким смыслом. Обязательно послушайте, кто не слушал. Ну а на сегодня я буду заканчивать свое видео. Спасибо, что вы его досмотрели до конца. Огромное спасибо за ваше поздравление, за ваше поздравление здесь на канале, за ваше поздравление в телеграм-канале. Мне очень приятно. И увидимся с вами, я надеюсь, очень скоро. Всем пока-пока. Да, и сейчас я вставлю кадры из магазина Моди. Уверена, кому-то будет полезно. И если полезно, поставьте пальчик вверх. Мне будет тоже приятно. Стоит ли мне снимать такие обзоры в магазине. Все. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok